Символический старт нового трудового сезона представителей студотрядовского движения в Омске был дан расширенным заседанием штаба в региональном центре по связям с общественностью. Именно здесь определяются цели и задачи на предстоящий год. Мы точно знаем, что следующий сезон будет опять сложным, но для нас это никогда не пугало и мы от этого сезона ждем очень интересных новых эмоций, главные которые будут окрашены под флагами чемпионата мира, потому что очень многие ребята, особенно проводники отряда сервиса напрямую коснутся этого мероприятия и будут обслуживать гостей нашего главного события практически десятилетия. Кроме этого, конечно, это главные всероссийские стройки, продолжает строиться космодром, продолжаются строиться объекты мирного атома и точно амичи там будут, будут на высоких местах, мы в этом уверены и к этому готовимся. По традиции на встрече присутствовали бойцы ООСО, лидеры отрядов, ветераны студотрядовского движения, представители вузов, профильных региональных министерств и органов власти. Министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Дмитрий Крикорьянц представил итоги работы областного штаба и достижения наших бойцов за прошлый год. В 2005 году в ООСО работало 13 студотрядов, общая численность 546 человек, а в прошлом году, в 2017, 96 отрядов и трудоустроено 4211 человек по результатам различных конкурсов, проводимых на федеральном уровне. По итогам 2017 года ООСО штаб занял второе место в общем рейтинге региональных отделений российских студенческих отрядов. Также амичи заняли второе место в номинации «Профессионализм» в четвертом в СССР конкурсе профмастерства студенческих отрядов проводников. По итогам СССР спорта тяга студотрядов, сборная команда Сибирского федерального округа, в состав которых ходили амичи, заняла почетное третье место. В 2017 году, что хотелось бы отметить, проект организации адаптации школьников к современному рынку труда через механизм летних трендовых отрядов получил президентский грамот. Поприветствовать активную молодежь региона и обсудить планы Омского областного на текущий год пришел и временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков, который в свои студенческие годы также работал в строительном отряде. «Безусловно, правительство области будет работать в направлении создания возможности работать здесь на территории области, но те программы, которые сегодня работают, и Байконур, то есть не Байконур, а Восточный, да, Космотром и Мирный Атов, где наши стройотряды принимали активное участие в последние годы. Я думаю, что в этих стройках надо принимать участие. Это действительно новые стройки, это будущее России. Хотел бы сказать большое спасибо всем вам в сидящем зале за то, наверное, гордое имя стройотрядовского движения, которое сегодня несет наш регион. Вы сегодня вторые в России, вы сегодня самые многочисленные в стране. И Омская область может гордиться тем, что мы имеем такую армию молодых, скажем, перспективных стройотрядов, за которыми будущее. И то, что сегодня вы приобретаете на целине, это основа ваших будущих успехов». Глава региона предложил собравшимся в зале бойцам активно включиться в диалог, чтобы обсудить, какие еще необходимые меры, чтобы все желающие могли реализовать себя в студенческом отряде. Также он поддержал инициативу ребят по проведению в Омске в июле этого года заседания правления российских студенческих отрядов. Такую поддержку со стороны властей высоко ценит каждый боец ООСО. Ведь благодаря ей у них есть уникальная возможность проверить свои силы в выбранном направлении и получить бесценный опыт, который поможет им качественно работать в будущем. «Поддержка оказывается очень хорошая, потому что и со стороны штаба нас отправляют не только в обычные лагеря, а и в всероссийские проекты, в которых я работаю. И со стороны региона, то есть со стороны вуза постоянно, то есть давайте, езжайте, делайте, работайте. Это очень приятно. Я могу поехать уже сейчас работать в любой всероссийский детский центр. Это тоже хорошее развитие, потому что тогда не так просто строится». Напомним, что в следующем году Омский областной студенческий отряд отметит свое 55-летие. А пока бойцы активно готовятся к новому интересному и насыщенному трудовому сезону.